В гонку за наследство Говорухина вступил тяжело больной внебрачный сын. Во время романа молодой актрисы и режиссёра родился абсолютно здоровый ребёнок, который стал жертвой врачебной ошибки. Артист не признавал сына Давида, но несколько раз помогал любовнице материально, не контактируя с малышом. Ребёнка родила Анастасия Мартынцовская ещё в 2004 году. У нас закрутился роман, я приходила к нему в кабинет на мусфильме, и мы встречались достаточно долго. Потом я забеременела. По словам актрисы, со Станиславом они встречались около двух лет, и об этом знала лишь подруга женщины. А беременность полностью перечеркнула отношения любовников. Когда я ему сказала, 8 месяцев беременности, это было так. Он меня спросил, ну ладно, колись, кто отец-то? Я говорю, вы, Станислав Сергеевич. Меня развернул к двери и сказал, нет, этого не может быть, я взрослый, у меня никого не может быть и так далее. Я говорю, ну, как не может быть, если у нас были отношения? Рождённого здоровым мальчика уронили медики, после чего поставили ему диагноз органическое поражение мозга с элементами ДЦП и эпилепсии. Анастасия потратила очень много средств на лечение ребёнка, у которого отстаёт в развитии психоречевой участок мозга. Женщина уверила журналистов, что готова доказать свою правоту и пройти ДНК-тест, но не будет сдаваться ради больного сына. Актриса считает, что имеет право хотя бы на часть наследства, чтобы раздать долги и дальше спасать Давида. А каково ваше мнение? Благодарю вас за просмотр! Ставьте лайки и дизлайки! Пишите ваши комментарии! Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях! Подписывайтесь на наш канал! Не забудьте нажать на колокольчик! Впереди вас ждёт много интересного и захватывающего! До новых встреч! До новых встреч!